так ну что девочки всем привет еще раз значит мы совместно с директорами нашими до нашей команды начинаем серию эфиров обучающих для нашей команды опять-таки эти эфиры будут выкладываться к нам и на каналы и на youtube канал поэтому кто будет уже смотреть записи тем тоже добро пожаловать то что информация полезная но в 99 процентах случаев эту информацию могут применять люди и из других команд ну и в том числе брать на вооружение и из других сетевых компаний потому что в принципе сетевую для всех один и какие-то принципы правильные до которые дают результат ими тоже можно руководствоваться вот и значит сейчас включу я демонстрацию экрана вы мне скажете видно не видно и пойдем прямо по презентации еще такой момент если кто-то до из за тех кто смотрит присутствует или будет смотреть захотите присоединиться ведению этих эфиров девочки то вы пожалуйста пишите потому что это только мы за мы только будем рады если кто-то захочет либо поделиться своим опытом да какими-то методами опытом какой-то историю свою рассказать то что каждая тема на все равно предполагает что у людей есть либо есть похожий опыт либо да он к нему только идет поэтому всегда есть чем поделиться и так а сегодняшняя наша система первое это будет система роста но система роста адаптирована именно под нашу команду поэтому когда приходят новички вот я сейчас создала свой да такой канал именно для новичков почему собрала всю информацию в канал потому что люди приходят до общения в личке есть но там где-то длинные голосовые сообщения где-то да там какие-то параллельные там вопросы до идут или еще какие-то темы обсуждаются и потом человек теряется он не знает с чего начать ищет не может найти и у него происходит раздрайв поэтому я собрала вот этот канал по сопровождению в него прямо по пунктам добавила первое второе третье четвертое пятое да и человек может имея эту ссылку сразу туда зайти и понимать в каком направлении ему идти ну и там же по пунктам расписана наша система роста но сейчас мы и будем более подробно разбирать чтобы понимать в чем она заключается я смотрела голосовалку нашу вчерашнюю вот валерия до валерии привет еще раз вот вчера проголосовала как раз таки поставила пунктик на систему роста и в одном из последних эфиров и валерия тоже сказала что мне надо по пунктам я человек который день так легче воспринимает информацию поэтому давайте еще раз из основного от основного будем отталкиваться потому что не понимая систему дальше двигаться как бы но сложно и так в чем заключается суть сетевого а здесь ответ один и он простой в рекрутинге то есть есть рекрутинг а значит и сетевик да ты работаешь нет рекрутинга ты занимаешься чем-то другим значит роста никакого у тебя не будет ты занимаешься чем-то другим самореализации самопродвижением кто-то начинает блогерством заниматься или еще чем то но ты не сетевик кто-то начинает инфопродукты какие-то продавать, какие-то свои курсы. В общем, все, что угодно, начиная делать, но только не рекрутировать. То есть ты тогда не про сетевой. Ты тогда занимаешься чем-то около, да, вот как вот есть рыба большая плывет, там, не знаю, там, дельфин, допустим, или акула, а рядом-рядом с ней много маленьких рыбок прилипал. То есть большая рыба кушает. В нашем случае, например, сетевик, он привлекает аудиторию, да, которая приходит к нему на заработок, людей, которых он обучает, находит людей, которые вообще никогда не касаются сетевого бизнеса и онлайн-заработка. Он их привлекает, он их обучает, он их погружает в этот мир. Кто-то начинает отваливаться, потому что, как бы, ну, люди разные, кто-то не может там себя организовать, не может действовать по плану. А вот эти вот, которые рыбешки рядом плавают, да, они начинают этих людей подхватывать, продавать им свои какие-то там продукты, да, курсы. То есть большая рыба привлекла этих людей, подготовила их, адаптировала под нашу сферу деятельности. Вот. Они там в силу каких-то причин не стали ей заниматься. И вот эти вот мелкие, вот эти вот рыбешки, которые рядышком там вот пользуются теми благостями, которые вот эта большая рыба делает. Вот это вот те, которые всякие курсы продают, зарабатывают на автоворонках и на всем остальном. Вот это то, которые люди как будто бы в сетевом, но при этом они не рекрутеры, они не зарабатывают с сетевым бизнесом. Они пользуются теми, которых привлекают сюда настоящие сетевики. И дальше, да, у всех свои цели. Зачем мы приходим в сетевой бизнес? То есть абсолютно разные цели могут быть у людей, но в принципе основа, какие-то базовые, такие основные, которые являются самой такой главной мотивацией, они одни. То есть зачем мы приходим сюда? Вообще на любую работу для чего приходят люди? Потому что им нужны деньги. Но опять-таки деньги деньгами, но работу свою еще нужно любить. Потому что если тебе нравится то, чем ты занимаешься, то ты кайфуешь, ты вообще по жизни отдыхаешь. Как есть выражение, да? Если ты любишь свое дело, то тебе работать не приходится ни дня. Это уже хобби, это вот твое любимое дело. Если же ты занимаешься нелюбимой работой, нелюбимым делом, то это превращается в каторгу, это превращается в мучение. Поэтому сетевой надо любить. Надо любить людей. Вот любая работа, которая связана с людьми, но в которой есть еще плюсом какой-то творческий процесс, она становится для человека наслаждением. Например, все мы знаем хороших врачей. Я сама медик, поэтому у меня всегда голова в эту сторону, тем не менее, на протяжении стольких лет она повернута. Поэтому я всегда главное этот пример привожу, потому что он для меня близок. Есть же, да, хорошие врачи, когда мы говорим, врач от Бога, или он такой молодец. Когда мы приходим, он, правда, там и внимание уделит, и действительно начнет тобой заниматься, и начнет лечить себя, и даже вылечит. Вот, это врач от Бога. Есть такие учителя. Опять-таки, тема детей и школы учителей мне очень близка, поэтому тоже такой пример вам привожу. Есть учителя от Бога, которые реально любят ребенка, любят свой класс, заботятся и делают, как и в любой, даже как и те же врачи, или любые какие-то другие работники, любящие свою работу, делают сверх своих обязанностей. Они выше, да, останутся дольше, дадут не за деньги дополнительно больше, проработают там, где видят, там, например, у ребенка слабые места. Ну, что-то такое близкое, как это раньше было в советском обучении. Сейчас есть тоже такие учителя, действительно, нескольких таких я видела. Слава Богу, что такие люди есть. И почему они есть? Потому что это люди, любящие свою работу. А вот там, где отсутствует какой-то творческий процесс, но тем не менее нужно с людьми работать, там, где люди работают чисто за деньги. Это тоже очень видно на контрасте. Придите к какому-нибудь социальному работнику, где его задача выписывать какие-то справки, сделать какие-то документы, вот это все. Какие там обычно люди сидят агрессивные, да? Знаете такое? Приходит там куда-то в окошечко, стучит полно этих мемов и всяких там таких вот высмеиваний на этот счет и всего остального. То есть там человек не любит свою работу, но там он сидит чисто за деньги. Поэтому если мы приходим в сетевой, то чисто за деньгами, то у вас никогда здесь ничего не получится. Это я вам гарантированно говорю. Но если вы сюда приходите и любите то, чем вы занимаетесь, вам это нравится, вы здесь самовыражение находите, людей любите, да, какую-то идею продвигаете, то тогда у вас все будет складываться. Поэтому деньги плюс вот такое отношение к своему бизнесу, к своему делу всегда равно успеху. Второй момент, мы сюда приходим за карьерой, потому что, опять-таки, карьера – штука такая, да, нам всем, ну, это нормальное состояние человеческое, нам хочется кем-то быть. Нам нужно реализоваться. Мало быть просто обычным человеком, который сидит дома, ну, кому-то этого достаточно. Вот, но в большинстве случаев нам нужно реализоваться, да, на любую работу, на которую бы мы ни приходили, мы хотим расти, мы хотим развиваться, мы хотим быть на шаг, на голову выше всех остальных, да, мы хотим идти вперед, поэтому карьера строится. И хорошо, что сетевой устроен так, что здесь есть лестница успеха, здесь есть развитие. Но развитие – это, конечно, мало развиваться, только отталкиваясь от количества товарооборотов, потому что есть в сетевом, как и в любых других местах, в любых работах, есть и в сетевом фактор случайности. Когда человек не является, скажем так, лидером, не наработал какие-то, скажем так, ну, не то чтобы не заслужил, то есть выросла структура не благодаря его действиям, не благодаря тому, что он растил этих людей, да, и складывал их, и привлекал, а благодаря стечению обстоятельств. Ну, так бывает, что зарегистрировался, один какой-то пришел, который трудяжечка, пчелка, молоточек, она выросла, да, она выдернула тебя вперед, вторая раз еще откуда такая-то взялась. Бывают такие случайности, и все, и опыт, и ты там уже, например, там золотой, там, или еще там серебряный, старший, неважно какой директор. И вот тогда получается, что у тебя по карьере ты вроде звание какое-то уже имеешь, а по факту ты как бы, ну, ничего для этого не сделал. Тогда это другая история. Но все-таки карьера, да, вот по-настоящему та карьера, о которой мы говорим, она все-таки подразумевает развитие. То есть не только статус, но ведь для того, чтобы этого статуса дорасти, нужно быть из себя, что-то представлять, да, то это проделанная колоссальная работа, масса усилий, масса где-то перешагивания через себя, рост над самой собой, да, какие-то постоянные обучения, продвижения, работа с людьми. Вот тогда вот ты дорастаешь, и у тебя отстраивается карьера. То есть ты в точке Б выше самой себя, которой ты пришла в точку А. Не только по чеку, который ты стала зарабатывать, но и по своему вот этому вот росту. Плюс это независимость. Независимость – это тоже такое понятие, для меня оно очень близкое, потому что я, слава тебе, Господи, именно благодаря вот Фуберлик я получила независимость. Независимость из той семейной, как, из того семейного положения, да, ситуации, в которую я попала, да, из которой, казалось бы, выхода нет. И, к сожалению, миллионы женщин, да, тысячи, по крайней мере, точно, живут в состоянии дикой зависимости от своих мужей, от, не знаю, каких-то социальных пособий, что вот они, например, остались с детьми одни, или там с ребенком денег нет, где-то там она ходит на какую-то там малюсенькую подработочку работу, из-за того, что у нее маленький доход прожиточный, этот непревышающий прожиточный минимум, там какие-то пороговые цифры, она не идет на какую-то другую работу, иначе она потеряет пособие, ну, еще какие-то масса вот таких вот вещей. А приходя сюда, все, ты получаешь независимость, ты получаешь доходы, масса примеров, когда женщина не может у мужа попросить деньги дополнительно на прокладки или на трусы, да, вообще на все, что угодно, потому что приходится отчитываться, отчитываться, не знаю, уговаривать, выпрашивать. Да иди ты за работой, да, начни чаты клиентские вести, иди рекрутируй, ты будешь получать свой доход, свои там 50-70 тысяч в месяц, ты всегда в сетевом сможешь заработать, отстроиться здесь до такой степени, да, вот это же там, я же не говорю про какие-то несколько сотен тысяч рублей, но вот те же там 50-70 ты здесь всегда сможешь заработать, да, отстроив свою команду, вот такую структуру. Поэтому получи независимость, да, имей свою подушку безопасности, не трясись за то, что принес у тебя зарплату, не принес. Кстати, еще вот такой момент я хотела вам рассказать, не знала говорить, не говорить, что вдруг этот человек услышит, как бы. В общем, у нас в команде, у меня есть девушка. Значит, у этой девушки муж такой состоятельный человек, все хорошо, она там пыталась рекрутировать, и все, как бы на эфиры на планерке ходила. Вот, а недавно я ее встречаю, ну, как недавно, несколько месяцев назад с ней разговаривали, а у нее, оказывается, в общем, с мужем случилось несчастье, и его больше нет, в общем, его не стало. А она осталась одна с детьми, и причем, что она тоже совершенно из другой стороны, живет здесь, и никого больше нет. Все, работы нет, связей здесь каких-то таких вот лично ее нет, то есть, что было, это было от мужа, не такое большое количество лет они с ним прожили, ну, как бы ребеночек там уже, конечно, такой большой, уже скоро в школу пойдет, но, тем не менее, это там не про 20, не про 30 лет, когда можно было обрасти какими-то социальными связями. А это человек, который приехал, стали жить вместе, родила дома, затворница, воспитывает детей, все. То есть, понимаете, почва из-под ног ушла. Можно было бы, конечно, сказать, да, ну, как бы жалко было травмировать еще плюс дополнительно, что я видела и так какая-то масса, буря эмоций, переживаний, страха, боли, сожалений обо всем и все остальное. Но вот на языке очень сильно крутилось, что, блин, а ведь за это время там можно было уже давно-давно отстроиться и хотя бы в этой, в этой точке, да, в этой ситуации иметь свой доход, то есть находиться хотя бы в финансовой безопасности. А получается вот полная разбитая корыта. Ну, конечно, есть наверняка какие-то сбережения, есть на что жить, вот, есть какая-то там недвижка и все остальное, но, в общем, поняли вы, да, что я имею в виду. Поэтому, когда женщина живет, рассчитывая только исключительно на своего мужчину и при этом ничем не занимается, мало того, что она деградирует, потому что нет никакого личного, да, там, развития какого-то, да, личного дела, какого-то пространства своего. А второе, ну, всякие же ситуации в жизни бывают, даже вплоть до таких печальных. Поэтому включать голову, да, и заботиться о том, чтобы у тебя было что-то свое, не сидеть ждать пока, как ребеночек, да, что тебе в клювике кто-то там зарплату принес, а чтобы у тебя твое было личное, это, конечно, очень важно. Поэтому я всегда призываю, чтобы женщины об этом думали. И второй момент, да, это зачем мы приходим с сетевой, и вот второе, да, личностный рост, что мы здесь получаем личностный рост, потому что мы здесь развиваемся. Это не какая-то работа, где пришел дворы подмел, и максимум, что ты получил, ты научился лучше махать метлой, познакомился с соседями и зарплату, да, вот, и мышцы там какие-то у тебя подкачались, потому что махать метлой – это тоже нелегко. Вот, а все-таки это личностный рост, потому что здесь подразумевается развитие, чтение какой-то информации, изучение постоянно, общение с новыми людьми, приобретание определенных навыков, взятие ответственности, где-то пересиливание, перешагивание через какие-то моменты, которые, может быть, тебе оно и не хочется общаться, а может тебе оно и не хочется регулярно какие-то действия делать, а ты делаешь, и таким образом ты развиваешься, да, прокачиваешь себя. Поэтому личностный рост и та самая свобода, вот где в первом случае я говорю про независимость, и вторую про свободу, схожие понятия, потому что именно эти две, два момента, да, привели меня, которых мне очень сильно не хватало, привели меня в ту точку, в которой я нахожусь сейчас. Свобода для человека очень важна, когда ты не взрослая тетенька, имеющая детей, не идешь, не просишь, Вась, дай, пожалуйста, вот мне там надо, мы с девочками хотели там сходить, или мне надо пойти маникюр сделать. А у тебя есть эти деньги, да? Ну, пускай он тебе дает на маникюр, а твои там где-то там на какие-то другие цели идут, откладываются, например. Ну, там уже у каждого свои моменты. То есть свобода действий, уверенность в том, что у тебя за плечами сзади что-то есть, а не так, что вот с мужем случилось что-то или ушел он там куда-нибудь, а ты осталась как дурочка у разбитого корыта. А дурочка, потому что у тебя было миллионы шансов в этой жизни, например, вот это, да, тоже развитие в сетевом, а ты сидела и ушами хлопала, и ленилась. Вот и все, что получают люди. Теперь пример, да. Опять-таки говорить можно много, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Чек за последний каталог, мой чек, да, 134 тысячи, это моя структура, 24 тысячи, это Светки, сына. Все вместе немножечко округлило, так, чтобы не было вот этих вот запятых, но все вместе получается доход за шестой каталог 160 тысяч рублей, за месяц это выходит 236 тысяч. Ну, деньги, как бы они вроде как есть, но я, все мы вместе, нас пятеро, плюс у меня еще мама, которая тоже каждый месяц, я деньги, каждый каталог, вернее, деньги посылаю, потому что она у меня там одна, тоже как бы это ответственность моя, туда тоже какая-то часть финансов уходит, и многие-многие другие моменты, то есть мне той зарплаты, которую я на сегодняшний день получаю, мне ее не хватает, чтобы покрыть все те моменты, да, которые требуют финансовых вливаний, то есть мне этого не хватает. Я не могу на сегодняшний день закрыть все потребности, которые у меня есть, то есть потребности у меня простые, базовые, как у любого другого человека, я не могу расширить квартиру, в которую мы не уменьшаемся, не помещаемся, я не могу купить детям жилье, а у меня их, слава богу, четверо, и я понимаю, что если мне нужно будет купить 4 квартиры, то это приблизительно порядка там, ну, минимум, минимум, самый минимум 30 миллионов рублей, да, в нашем регионе на 4 квартиры, где как бы их взять, понятия не имею, вот, и даже на сегодняшний день моя зарплата даже и близко приблизительно не может закрыть вот эти моменты, да, то есть я понимаю, то есть это и является моим, в том числе это является моим двигателем, который дает мне постоянно пендели, да, сзади, который не дает мне сидеть и прозябать, я знаю, что мне надо, я знаю, что это моя ответственность, и если я этого не сделаю, то этого не сделает никто, соответственно, я беру себя в руки и иду вперед и зарабатываю эти деньги, поэтому цифра, она вроде бы для простого обывателя кажется, о, вот это уже зарплата, вот это уже интересно, а для меня это зарплаточка, потому что она не может закрыть все то, что мне нужно и необходимо, А это моя ответственность за, опять-таки, я мама этих детей, если я им не дам, то кроме меня им не даст никто. И вот правильная позиция в сетевом, позиция в сетевом, она должна быть, потому что в любом деле должна быть своя какая-то позиция, свое отношение к делу, да, отношение к делу решает его результат, правильное отношение, либо неправильное. Так вот, правильная, правильная позиция, это заключается в двух простых моментах. Первое, это принятие правил сетевого, то есть ты пришла в какое-то место, как говорится, в чужой монастырь, со своим уставом не ходят. Так и здесь, ты пришла в сетевой, здесь уже тебя еще на свете не было, да, сетевой уже был, как бы ты даже о нем еще не подразумевала, не задумалась, а он уже, здесь люди развивались, уже какие-то правила есть. Вот, поэтому, если ты сюда пришла, значит, ты принимаешь правила этой игры. То есть первое, это взятие ответственности за свои действия, есть ответственность, значит, ты, как бы, ее несешь и выполняешь то, что необходимо выполнять. И второе, это активность. Без первого, без второго пункта ни о каком росте речи быть не может. Если ты пришла сюда к наставнику, заявила, что я хочу здесь развиваться, да, помоги мне, значит, человек уделяет тебе время, он с тобой работает, он тебе дает это, 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 это шаги той самой системы, которую мы сейчас будем разбирать. То есть он тебе дает шаги, что первое сделай это, второе сделай это, третье сделай это. И ты, как ответственный человек, подключаешь активность, не сидишь и не жиждишься вот так, что в час по чайной ложке, а активно начинаешь это все выполнять по тем правилам, которые есть здесь в сетевом, да, в нашем случае по схеме движения роста в нашей команде. Начинаешь это выполнять, соответственно, получаешь результат. Когда ты это уже выполнила, да, то есть ты научилась быть в этой системе, тогда ты дальше уже распространяешь, там, вносишь коррективы свои по своему усмотрению, как ты хочешь. Хочешь менее активно, хочешь более, там, я не знаю, хочешь там что-то убираешь, что-то добавляешь, но вначале ты действуешь именно так, как здесь это заложено. То есть этот путь уже протарен, протоптан без тебя. Люди не дураки, если они пошли по этой именно дорожке, а не по какой-то другой окольной, то, значит, наверное, так лучше, так быстрее, так безопаснее. Ну, значит, иди след за ними. А потом уже, зная путь, ты сможешь там прощупывать ближайшие какие-то места. И второе, да, то есть принятие правил сетевого, бери ответственность за свои действия, да, и будь активна, то есть двигайся, не сиди, как вот мертвая рыба, да, вот на берег, которую белую выбросила, а действуй, будь на виду, говори, пробуй, советуйся, рассказывай, спрашивай, не знаю, просто замучай всех своими вопросами. В чате пускай все открывают чат, а там только от тебя. А вопросы появляются, когда человек активен, когда что-то делает. Нет вопросов, нет действий. Это всегда равно. Одно равно другому. Есть действия, есть вопросы. Нет действий, равно нет вопросов. Все по-другому абсолютно не бывает. Поэтому если в чате тишина, никто ничего не спрашивает, значит, просто тупо никто ничего не делает. По-другому не бывает. И вот второе, да, это принятие правил команды. Вот как хочешь, если ты пришла в команду, в этой команде, вот равно как в сетевом, есть свой какой-то уже протаренный опыт другими лидерами, да, так сложилась история, значит, так работает. Также и в команде есть тоже свои определенные правила роста. Значит, когда ты приходишь, ты должна общаться с наставником. Еще раз, не то, что это у нас так, это везде так, в любой команде. Как говорится, ты, наставник, у тебя один, а вот тут наставника людей всегда очень и очень много. Вот недавно, кто находится в нашем чате, есть наш такой чат, профи-гугл, как-то там профи-гугл и таргет, по-моему, так он называется, здесь телеграм. Там люди, да, с нашего проекта, и периодически там возникают какие-то вопросы. Поскольку таргета сейчас в Инстаграм, я имею в виду, в России нет, то, соответственно, там и гугла тоже. То там такая кипящая жизнь прошла, но периодически там какие-то вопросы по контекстной рекламе всплывают. Есть вот у нас одна девушка, да, женщина, которая без конца туда приходит, вообще по всем чатам проекта ходит и плачет. И везде вот это вот ее первое, что наставника у меня нет, спасите, помогите, все с претензионным тоном. Да, кто, может быть, читал, я там ей отвечала, потому что иногда, ну, это прямо выводит из себя. Нет наставника, да, это беда. Но, тем не менее, подумайте о том, что и у наставника может не быть никакого наставника. Вот честно, вот несмотря на то, сколько времени я нахожу в сетевом, я действительно не, как, не то, чтобы не потеряла потребность. Ну, в общем, есть у меня некая такая потребность тоже иметь рядом какого-то человека, который будет во мне заинтересован выше меня, которому я могу прийти там посоветоваться, пожаловаться, обсудить с ним что-то, потому что я могу обсудить с подружками, которые здесь у меня в сетевом, но это будет заключаться только в теме обсудить. А когда у тебя есть наставник, то это еще подкрепляется тем, что наставник сверху заинтересован в твоем росте, заинтересован в твоей активности, заинтересован в правильности твоих действий, правильно? Поэтому, когда мы обращаемся к наставнику, то он, даже если в этот момент отключен, да, отвлечен на что-то, то он максимально включается для того, чтобы проработать тебя. Не просто с тобой поболтать и вместе повздыхать над чем-то, а чтобы тебя включить, чтобы тебе что-то передать, промотивировать, проанализировать твои действия, обозначить твои слабые места, дать подсказку, как тебе усилиться. Вот это момент общения с наставником. И очень круто, если у вас есть наставники, то вы должны руками и ногами за них и зубами, чем хотите, за них хвататься и максимально выстраивать отношения со своими наставниками. А вот со стороны наставника уже задача другая. Я, например, никогда в жизни, не потому что я не хочу, а потому что это не нужно, я не буду тратить свои силы на то, чтобы бередить, будоражить, пытаться разбудить незаинтересованного человека. У меня есть на что мое время и мои силы потратить. Абсолютно есть. У меня есть куча контента, у меня есть задача максимум усилий приложить на то, чтобы привлечь человека, который уже придет заинтересованным в том, что он хочет здесь расти и развиваться. И который будет мне насиловать, да, чайной ложкой выедать мой мозг, а я в ответ буду максимально для него открыта и буду ему максимально отдавать все свои знания и опыт для того, чтобы его усилить и вытолкнуть вперед. Понимаете? Поэтому, если вы хотите расти, это вы, наставнику, вы должны его трясти, да. Вот о чем я стала говорить, что вот в чате вот этого Google, да, профи Google Target, там женщина пришла тоже вот старающая, тоже с претензией, что ну вот наставники же выше сидят, они с нас деньги получают, а вот даже не знаю, кто это. Так, блин, ёперный театр. Это вы сидите внизу, потому что она вот это все под собой и вниз все это построила. Это не она не с вас деньги получает, она получает деньги с той структуры, которую она настроила. А если тебе нужен наставник, это ты и сверху на тобой человек наставник один, да, который, ну там лидер, директор, вот, который может тебе помочь. А вас внизу, тысячи под ней, она не может каждому ходить и каждому там стучаться в личку и пытаться его разбудить. Если тебе что-то надо, встань, пойди и возьми, достучись, пообщайся, поговори. По-другому это не работает. Поэтому принятие правил команды всегда начинается с общения с наставником. Если ты заинтересована в том, чтобы человек на тебя посмотрел, взял тебя и за руку повел, значит, иди и скажи об этом. И общение с наставником – это не только про то, что, да, вот в личку, думать, ой, не могу рекрутировать, времени нет у меня, ничего я не могу, я так хотела бы, я обязательно, промотивируйте меня. Нет, общение с наставником предполагает, что я тебе даю пункты, да, опорные точки, с чего тебе начинать, ты это берешь, идешь, это делаешь, приходишь со мне к обратной связи и говоришь, смотри, я вот это, вот это, вот это сделала. Тут я создала вот такую базу рекрутинговую. Здесь я пошла вот в эти диалоги, вот скрины диалогов, я не знаю тут, как мне ответить. Вот у меня вот тут слабое место, у меня вот это не получается, вот тут я делаю, посмотри, правильно, неправильно. Ты приходишь с базой своих действий. Наставник изучает материал, который ты пришел, и тебе уже с высоты своего опыта делает коррекцию. Что ты делаешь так, что делаешь не так, что надо усилить, что нужно, наоборот, немножечко отодвинуть на задний план. Вот это общение, работа с наставником. Все остальное – это имитация бурной деятельности. Поэтому делайте, пожалуйста, выводы, да, и двигайтесь вперед. Второе – это следование системе. Про это тоже на каждом эфире, да, подобно, когда мы разбираем какие-то такие вещи, говорю. Следование системе – это вот картинка. Эту картинку я сюда прицепила. На самом деле низ, то, чем она подписана, можно не читать. Следование системе. Вот первая стрелка у нас прямая, да, из точки А до точки Б. А это мы сейчас говорим, я имею в виду рост с момента регистрации обычного человека, не сетевика с опытом, с момента регистрации обычного человека до момента открытия директорского звания проходит приблизительно 8 месяцев хорошей, активной, правильной, еще раз-таки подчеркиваю, работы по системе. 8 месяцев путь вот этот занимает. Вот. Если же человек начинает из системы выкидывать какие-то пункты, говорит, что «а это я делать не хочу», «а это мне не надо», «а это я делаю через пень-колоду», то он к этой же точке А, из точки А к точке Б, которая занимает 8 месяцев, отрезок-то он один, путь этот, можно за 8 пройти, то он этими окольными путями идти, кружить, возвращаться. И если он до той же точки Б доходит, которая занимает 8 месяцев путь, он может к ней идти годами. И вот на этапе вот этих вот загогулочек, вот этих вот плетений, плутаний, вернее, вокруг да около, он кто-то выгорает, кто-то начинает прыгать из команды в команду в поисках волшебных кнопок. Благо, что рядом с этой большой рыбой, лидером, про которую мы говорили, есть рядышком всегда вот эти вот прилипули, да, прилипалы, которые, да, сразу начинают подпихивать «купи курс, купи автоворонку, будет тебе счастье», на боли человеческие давить. А когда человеку что-то не хочется делать, он готов поверить за все, что угодно, лишь бы найти оправдание своей лени, да, что «устал от спама», «стыдно, когда тебе отказывают», там еще что-то «купи автоворонку», там «нажми на кнопку», «будешь получать по 100 заявок в день». Человек готов за это заплатить. Поэтому в нашем мире, не только в нашей стране, а вообще во всем мире процветают те же самые, например, пирамиды. Что, никто не знает, что такое пирамида? Что люди приносят деньги, эти деньги выплачиваются тем, кто сверху, да, и если ты в самом низу, то ниже тебя никто эти деньги не принес, а твои уже отдали кому-то сверху, а ты нижний, сзади тебя никто не пришел, деньги не принес, значит, ты ничего не получишь. Что, никто не знает, как это работает, все знают, что деньги несут. Но и как и в первый раз, все всегда расстраиваются, что «Ай, да, мне ничего не дали, пирамида не работает». Но людьми движет и будет всегда двигать жажда халявы, да, как говорится, на шару и хлорка творогом пойдет. Вот это вот то же самое и здесь. Так и туда люди не хотят действовать, делать, следовать системе, не хотят делать то, что делать надо, а готовы заплатить кому-то деньги за какую-то волшебную кнопку. В очередной раз расстроятся, что эта кнопка не сработала, услышать потом ответ, что «А ты сам дурак, потому что ты кнопку не настроил так, как надо, потому что ты поленился, я тебе говорила сделать вот это, а ты вот это не сделал». Все, и вот так вот люди попадают в такую яму, которую они сами себе выкопали. Поэтому у нас общение с наставником, следование системе и обучение, потому что сетевой – это очень динамичный бизнес, который постоянно меняется. То у нас реклама, то поменялись настройки в рекламе, то у нас тарги, то у нас еще какая-то мода в движении личного бренда, на что больше обращают внимание. Надо постоянно выделяться на фоне других. Если вот те же самые там 6 лет назад ты выставляешь красивые вылизанные посты и хорошие фотографии, хорошие клипы, то ты все, только одну тебя видно и слышно, и все хотят только к тебе. То на сегодняшний день выделиться и отличить профиль личного бренда от сетевика, который реально умеет, знает, может тебя научить и продвинуть от профиля, где все посты написаны и, и, и просто обычные студийные фотографии. И они практически как братья-близнецы, потому что один слизывает все угол, а еще при этом больше обещает вот тех самых волшебных кнопок и, возможно, выглядит более привлекательно и вкуснее. Отличить очень сложно. И людям эта задача, ну, как бы такая вот, особенно не опытная, ну, сложно, короче, им сориентироваться, куда идти, кому идти, с кем общаться, с кого в наставнике выбирать. А людям уже работающим, нам, да, то есть лидерам сетевым, надо вот тоже постоянно обучаться, быть на виду, следить за всеми этими трендами, сравнивать у кого так, у кого сяк, работающие, неработающие моменты. В общем, чтобы выделиться на фоне остальных, чтобы быть ярче, вкуснее, привлекательнее. Короче, это надо постоянно обучаться, надо постоянно держать руку на кнопке. Если ты не держишься, если ты такая серая мышка, то сиди и плачь, что вокруг тебя, вот, короче, все виноваты, что ты какой-то, все вокруг плохие, потому что они не дают тебе выделиться. Вот такую историю тоже я встречала, кстати, мне прямо в личку это писали, вот, что, в общем, что вы, вы нас всех таких маленьких, сереньких затаптываете, потому что вы громче всех кричите, и все к вам идут. Вот такая вот даже история у меня была. Поэтому я все, что вам говорю, это не мои какие-то фантазии, все всегда только исключительно из опыта. Дальше, да, из чего складывается система роста? А система роста, она всегда складывается, первое, да, из опыта руководителя, потому что, когда человек сам прошел по какому-то пути, он сам это попробовал, он сам это съел, разжевал, где-то проглотил, где-то выплюнул. И он знает, что вот это можно кушать, да, это можно применять, а вот это лучше убрать. Поэтому из опыта руководителя это очень ценно. Опять-таки, если мы вернемся к прошлому слайду, где есть стрелочка прямая, да, вот это и есть опыт руководителя. Он уже вот этой дорожкой извилистой поплутал везде, а он знает, что именно вот по этой прямой надо вот здесь пройти, он уже ходил, он уже ошибался. Иди по этому опыту, возьми его, применяй. Вот, поэтому система складывается из опыта руководителя, из человека, который уже этот путь прошел, и из инструментов команды. В нашем случае, например, чем мы отличаемся от других команд, у нас есть, мы используем реально работающие методы рекрутинга, те, которые действительно приводят людей в команду, в том числе, таргетированная реклама через Инстаграм, коей у многих, и у многих, да, 95% случаев нет. У нас она есть. Поэтому вот система складывается из инструментов команды и из трендов. Что такое тренды? Вот опять на сегодняшний день вернулся этот тренд, но я вам сразу говорю так, гадалки не ходим, я такой у вас прорицатель наперед, в кавычках, конечно, потому что, опять-таки, это опыт. Был уже, была уже мода, был уже бум на эти автоворонки, на чат-боты. Если вы войдете в наш, в наш даже промо, есть там у нас раздел, по-моему, чат-боты, так он и называется, чат-боты или боты. Короче, есть там этот раздел, если зайти там, ну, увидите, там, где есть, еще Коля записывал, у нас есть даже как создать эти чат-боты, то есть то, все, что новое, это хорошо забытое старое, а то, что хорошо забытое, это значит то, что, ну, как бы не особо и работающие, понимаете? Всегда тоже привожу этот пример, встретим наш Фаберлик. Мы за что получаем деньги? Не за что, вернее, как? Мы получаем, то есть до 23% с товара оборота общего компания выплачивает, да, по маркетингу плану компания выплачивает в сеть. Что мы делаем? Мы, это ее язык компании, да, мы ее глаза, мы ее руки, мы ее, ну, язык рода, как я сказала. Зачем мы нужны? Зачем нам платить деньги? Вот представьте, все эти деньги, которые компания выплачивает в сеть, она же может оставить себе, а запустить боты, запустить автоворонки. Зачем компании нам платить, если вот эти боты так же прекрасно работают? Но это невозможно, потому что это утопия, не работают они, ничто так хорошо не работает, как человек, только мы можем энергетику свою дать, объяснить, рассказать, поймать человека, замотивировать, пробудить, разжевать информацию так, чтобы он услышал, что компания не может сама рассылки вы думаете делать? Зачем компании платить многомиллионные деньги в сеть, когда она маленький кусочек из этих денег может платить за рассылки, просто там по личкам людям всей своей базе зарегистрированных консультантов рассылать? Да, то есть, ну, думайте головой, все всегда находится на поверхности. Поэтому, да, вот эти вот моменты, тренды, вот тот тренд, про который я вам сейчас говорю, особо обращаю на него внимание, потому что сейчас прямо бум вот этот прошел, и для тех, для кого это в новинку, да, это все очень привлекательно и сладко. Для тех, например, для меня, кто это уже сто раз видел и прекрасно понимает, что это из себя представляет, это, ну, как бы больно просто смотреть, как люди на этом спотыкаются. Поэтому состоит система роста из трендов, в том числе, которые мода, вот сейчас мода на эти автоворонки, но у нас есть в обучении даже две автоворонки, которые можно настроить, одну, которую продают за большие деньги, другую, которая практически такая же, которая тоже, в принципе, продается. Вот люди где-то платят за это по несколько сотен тысяч рублей, а у нас это бесплатно, иди и бери, да, это для тех, кто смотрит на эти автоворонки, то просто как бы, ну, не додумывается, что та же самая есть у нас бесплатный доступ. То есть, бери, настраивай, работай, если тебе хочется на это потратить свое время. И второе, это география. География тоже влияет на систему роста, потому что, например, у нас в России система роста будет одна, потому что, например, в нашем же онлайн-бизнесе, а вот в России, ну, например, в Кавказских странах, там тот же Дагестан или Осетия, там тренды будут другие, там не будут, будет работать в той мере, в которой ей работает ручной, у них больше работают те же самые оффлайн-методы встречи, те же родственные связи, все остальное, поэтому система еще плюсом складывается и с географией. У меня есть девочка знакомая, которая несколько лет назад приходила ко мне в команду, вот, но совершенно она как бы, ну, не стала вникать в рекламу все остальное, а потом зарегистрировалась к Умаровой, вот, сидит именно там напрямую у нее в чатах, каждый раз, когда мы с ней встречаемся, у нас офисы рядом, я слушаю, когда эта тема заходит, я вот все слушаю, что они ничего не знают, ничего не умеют, вот, а я говорю, что я тебе говорила, да, вот, вот, надо знать, потому что она говорит, нет, они даже близко, они ни рекламу не покупают, не запускают, они ничего не знают, ничего не умеют, они только вот встречами работают, ну, так оно и есть, потому что там территориально так работает, там, если, например, человек зарегистрировался, вот, из, грубо говоря, из, как сказать, из одной семьи, а пришел, а попал, например, через интернет зарегистрировался, а попал в какую-то другую семью, а потом пришел на пункт выдачи своей же семьи, там, где кто-то работает, родственница, подруги, там, троюродная сестра, двоюродного брата, и там все остальное, то, значит, как бы, она оттуда ушла, она сюда, к ней перерегистрируется опять, там перерегистрации процветают, ну, и все-все такое, поэтому, когда мы запускаем рекламу, мы вот эти вот кавказские, вот эти вот географические точки мы обходим, потому что, ну, это будет такое сливание денег, в общем, это все влияет на систему роста, так, немножко отступили мы от темы, и дальше, вот, переходим уже к самому важному, значит, действия с момента регистрации, первое, да, опять-таки, здесь я сошлюсь на то, что я, опять-таки, сделала вот этот канал, где по пунктам вот это все расписано, да, чтобы человек мог зайти в этот канал, посмотреть, так, первый пункт он сделал, второй сделал, третий сделал, все, четвертый прорабатывает. Когда все сделал, идет к наставнику, говорит, я все сделала, давайте дальше, и дальше мы уже переходим к самому главному, поэтому первое, да, у нас идет подключение командным чатом, все, девочка зарегистрировалась, в чат, мы ее с чата завели, подключили, в чат клиентских, клиентской, как у нас, для клиентских чатов, чат для клиентских чатов, у нас заходит только по ссылке, для чего это делается, для того, чтобы в этом чате потом не сидели другие люди, я вижу, кто там находится, если там кто-то уже удален из нашей команды, терминировался, например, то, что это же больше такой, как продуктовый, вот, поэтому эти люди будут удаляться, потому что нечего там у нас сидеть, если ты не с нами, ну, либо вовремя отрабатываться, да, человек удалился, смотрим, у кого он был, наставника посылаем, иди разговаривай, и, если нужно, вовремя отрабатываем, да, и подхватываем, второе, это подключение к промо, то есть обязательно человек должен быть подключен к нашему промо-фоберлик, там у нас все, обучение находится, про обучение тоже всегда говорю, что это как библиотека, в библиотеку мы заходим, там тысячи книг, но это не означает, что мы все прям должны читать, это невозможно, лопнет голова, и жизни на это не хватит, поэтому промо, это инструменты, это, то есть наши ссылочки, да, понимание, где что находится, обучение, да, понимание, что обучение открывается в зависимости от величины оплаченного заказа, потому что нет смысла обучать человека рекламе, который даже там, ну, короче, не взял ответственность за свой рост, даже активационный заказ никакой там не сделал, да, зачем ему реклама нужна, если, как бы, он вообще не понимает, где он находится, вот, и все остальное, поэтому подключение к промо, а дальше уже работа идет с наставником, и наставник тебя направляет, то есть если мы сейчас шаги вот эти быстренько разберем, то есть если у нас идет создание базы рекрутинговых страниц, то значит, если ты выбираешь ВК, ты идешь в обучение по ВК, тебе не надо там все обучение проходить, потому что ты с ума сойдешь, это у тебя в голове ничего тогда не перемешается, поэтому в базе, да, в совместном наставнике выбираете направление к тебе, подходящее, интересующее тебя, и из обучения вот эту вот точечку берете, и с наставником уже вместе, как опорную точку, ты ее используешь, наставник тебе сам дает уже и методы, и что тебе надо сделать, и на какие сообщения рекрутировать, все тебе наставник дает, а эту ты базу себе берешь просто как подушку, подспорье. Дальше обязательно новичок должен делать активационный заказ. Что предполагает активационный заказ? Не заказ на тысячу баллов, а активационный заказ, это разжеванный тебе момент, объяснение, что активационный заказ это прохождение стартовой программы с дальнейшим ее перетеканием в VIP и в Drive. Вот это активационный заказ. То есть ты понимаешь, что сейчас ты сделала от полутора и выше, чтобы пройти по акции новичка, следующий ты делаешь, все, да, оставшиеся четыре, делаешь от двух с половиной и выше, применяя первый шаг системы нашей роста, сейчас разберем, и дальше выпрыгиваешь, да, выскакиваешь, тебя выталкивает от ста баллов и выше в каталог. И плюс созвон с наставником должен быть в идеале. Его может и не случиться. Опять-таки инициатором созвона с наставником является сам кто? Кандидат, да, ну не кандидат, новичок. Опять-таки у наставника созвон предполагает собой, ну, час общения минимум, потому что это общение, да, это обсуждение, это прощупывание каких-то точек, да, распаковка, по-другому это можно назвать модным словом, распаковка, вот, и составление плана какого-то роста, плана действий. Поэтому, если тебе это надо, ты хочешь с наставником ближе проникнуться друг к другу, прочувствовать энергетику, познакомиться, понять, как общаться, да, услышать его язык, себя показать, значит, иди созванивайся, назначай, наставник тебе никогда в этом не откажет. Созвон, не по телефону созвон, по видеосвязи, чтобы можно было видеть друг друга. Все обговорили, все обсудили, ты рассказала свою историю, где ты была, что ты умеешь, что ты не умеешь, что у тебя не получалось, чего бы ты хотела, что ты готова делать, да, что, например, наоборот, боишься делать, про неготового мы не говорим, боишься делать. Вот, и вы составляете свою программу роста именно исходя из твоих, из твоей стартовой точки, в которой ты находишься, и твоего опыта, который у тебя есть. И дальше мы уже переходим непосредственно на нашу систему роста, которая состоит из пяти шагов, да, в нашей команде. Значит, первый шаг, опять-таки, от которого все, ну, нет, не все, не скажу, что все, кстати, на удивление даже, новенькие люди, которые приходят без опыта, очень хорошо на это практически все, я бы сказала, соглашаются, пытаются отбрыкаться, только те, которые до этого успели побывать в каких-то разных других сетевых компаниях. Опять-таки, это же все из опыта девочки складывается, да, лампочку сколько раз создавали, с первого раза не получилось, с какого там, сто там, несколько сотен какого-то, да, этого попыток было, вот, ее в конце концов сделали, и так многое, многое другое, с первого раза не бывает. Иди посади человека, скажи, что он какой-то тебе обрукодабру накалякает, а вот если ты его обучишь, и он сделает тысячу подходов, он потом тебе шедевр создаст, ну, так и в любом деле. Так у нас, и тоже, тоже ведение клиентского чата, как и любой рекрутинг, любой, да, абсолютно, и ручной, и полуавтоматизированный, автоматизированный, это всегда опыт, да, с первого раза блинкомом, тот же блин, казалось бы, второй, третий, десятый, а потом только уж вообще все, как хоть на выставку забирать. Поэтому начинаем всегда с введения клиентского чата. Опять-таки, цель у нас какая? Цель у нас делать 100 баллов личного объема. Вот как хотите, потому что 100 баллов личного объема, это не только прохождение по программам, вот, а это V-программа, драйв-программа. Клиентский чат уже еще предполагает под собой доход, которым мы покрываем затраты на рекламу. Поэтому клиентский чат надо вести обязательно. И когда мы его еще ведем, проходя по VIP и по драйву, мы из них еще, забирая эти акции, которые в драйве и VIP есть, мы на них больше зарабатываем. Соответственно, еще больше дохода получаем. Очень же приятно, когда этот доход ты можешь не только на рекламу пустить, а еще и сверху там тебе что-то остается. Ну, здорово. Но в любом случае, вот эта правильная система, сейчас вы увидите, о чем речь, запускается, когда как надо, тогда все гладенько идет, без затрат, без временных вот этих ям, когда вот мы выпадаем, куда-то в яму получилось, все, мы потратили месяц, два, три, не пойми на что. А за это время могли бы еще бы усилиться, ускориться, да, и вырасти. Поэтому клиентский чат введен. Значит, у нас задача выйти на 100 баллов личного объема минимум в каталог, потому что еще и плюс на 100 баллов, это нюанс в маркетинг плане. У нас есть бонус быстрого старта, ой, да, бонус стабильности, который выплачивается два раза в год. Но там тоже условия обязательно 100 баллов личного объема. И у нас есть премиальные поездки по разным странам. Во всех странах пока, кроме России, их, по-моему, возобновили. И я так очень не то, что надеюсь на это, я так поняла, что, в общем, не точно, но я так могу предполагать, в общем, что осенью, в октябре, нам об этом объявят. Я хочу в это верить. И, опять-таки, нюанс, предпосылка к этому есть, что, может быть, нам объявят, что в России тоже будут теперь эти квалификационные поездки по миру для директоров. Поэтому, пожалуйста, растите. Время есть, и 100 баллов тогда в том числе понадобится, потому что 100 баллов это вот тоже такой нюанс маркетинга. Дальше, введение, да, клиентского чата, это теплый круг мы отрабатываем, вот, потому что, опять-таки, люди тут разделяют. Я буду теплым круг звать, но клиентский чат вести не буду. Зачем? Давай, пожалуйста, по проторенной дорожке, как положено. Теплый мы и зовем в клиентский. Из этого теплого кто-то и придет к нам из клиентского на регистрацию. Поэтому это такой уникальный инструмент, который дает очень много хороших возможностей. Поэтому 100 баллов идем делаем благодаря клиентскому чату. Никого не насилуют, никого не заставляют, что иди у себя из семьи выдерни. И там ты беребенком сидишь, не знаешь, когда ему новые там, не знаю, там туфельки купить, весна пришла и все остальное. А тут иди выдерни и сделай 100 баллов. Зачем мне тебя насилуют, что ты сделал мне сейчас 100 баллов, если потом в следующем и втором, третьем, пятом, десятом каталоге ты их не сможешь делать, эти 100 баллов, потому что, ну, как бы из семьи выдергивать этот бюджет. Ты будешь их делать благодаря клиентскому чату. Дальше человек знакомится с ассортиментом, когда он ведет клиентский чат. Потому что для себя ты можешь заказывать какой-то постоянно один набор продукции, а когда ты ведешь клиентский чат, ты видишь и пробуешь все. Это тебе и контент для ведения соцсетей, ютуб-каналов, всего остального. Дальше это общение с людьми, консультация, утепление, не бояться рот открывать в общении. Это все ведение клиентского чата. Это очень крутые навыки. Дальше же надо будет личный бренд вести, а вот клиентский чат это как мини-блог. Там ты раскрываешься, там ты перестаешь бояться, там ты узнаешь новое, там закрытая твоя теплая маленькая аудитория, там снимаются твои блоки и страхи. Вот это все ведение клиентского чата. Там желает рекрутинг, потому что если рекрутинг на бизнес, то это рекрутинг, которому надо учиться. И почему вот опять-таки на продвижение продаж автоворонок на какую боль постоянно прямо бьют вот так. Не знаю, прямо хочется придушить, взять, рекрутировать время, пачки страниц, что там они еще любят говорить, когда тебя посылают, тебе приятно, когда тебя посылают. Ты же унизительно себя чувствуешь, да? А какие-то люди, у которых такая вот не очень стабильная в этом отношении психика, да, они действительно на это очень так мнительно реагируют. Поэтому, а вот в клиентском чате это очень такой лайт, маленький, мягкий рекрутинг. Ты с этим маленьким лайтовым рекрутингом выходишь на клиентские чаты, где никто тебя не пошлет, где люди там, три человека из пяти соглашаются, где там нет никаких каких-то жестких отработок, возражений. Все, и ты вот постихоньку, потихоньку, потом тебе уже в нормальный, стандартный, хороший рекрутинг не больно идти. Вот, поэтому лайт-рекрутинг это опыт, и опять-таки оттуда ты получаешь доход. Поэтому ведение клиентского чата является первым шагом роста, да, системы нашего, нашего роста в нашей команде. Плюс еще это опыт, да, про опыт не проговорила, потому что опыт ты можешь не вести. У тебя, ты скажешь, у меня есть деньги на то, чтобы их вкладывать в рекламу, то есть у меня деньги есть, мне не надо вести клиентский чат, а опыт ты где возьмешь? У тебя люди к тебе будут приходить, и тебе надо будет их через этот первый шаг проходить, а ты не умеешь, ты не знаешь, как это делается, ты только на листочке прочитала. Люди не дураки, всегда чувствуется, когда человек врет. Даже если ты как бы, ну вот как врешь, ты же вроде рассказываешь, как оно есть, но ты врешь, потому что ты сама этого не делала, потому что ты сама через это не прошла, потому что ты сама это отрицаешь. Все, тогда у тебя и люди этого делать никогда не будут. То есть это нужно тоже понимать. Поэтому хотя бы какой-то минимальный вот этот клиентский чат, ну 50 баллов ты делаешь вот в каталог, 50 баллов ты получаешь с клиентского чата. То есть не надо его так вести, чтобы у тебя там было 800 баллов в каталог. Соткуть свою делай, 50 твои, 50 с чата. Ну и все, классно в шоколаде. Первые рейки оттуда идут, и все. Дальше у тебя наш второй шаг это запуск контекстной рекламы. Опять-таки шаги, это я говорю первое, второе, третье, четвертое, пятое. Они могут идти в параллель друг с другом. То есть здесь клиентский чат ты запускаешь, делаешь, а это вопрос одного дня. Здесь ты в параллель, да, свои 100 баллов сделала, пошла контекстную рекламу, в обучение зашла, заходишь, говоришь, я буду всю контекстную рекламу запускать. Мы тебя добавляем в наш чат по автоматизации. У нас есть такой чат. И в этом чате там уже обучение проходишь по видео, по инструкциям все делаешь. Что не получается, в этом чате все обсуждаем, какими-то лайфхаками всем остальным друг с другом делимся. И опять-таки запуск контекстной рекламы это что? Это опыт, это регистрации тебе только в первую линию идут, никакие ветки из контекстной рекламы мы не строим. Это первая линия, это твой максимальный доход. Потому что первая линия, там никто тебя не подрезает. Все, что в первой линии, это все твой доход в соответствии с процентным уровнем по маркетинг-плану. И опять-таки оттуда партнеры приходят. Например, из той же Азии, тот же Кыргызстан, там о партнерстве настолько маленький процент, что можно сказать, что его нет. Люди там очень сложные, там чисто потребители. То, например, из России, российские регистрации оттуда часто прилетают девчонки, которые включаются, введение и клиентских чатов, и на бизнес переключаются, приходят. И плюс стабильные регистрации, которые долгое время будут с вами. И среднебальный заказ там много выше. Ну, там 10-20 баллов среднебальный заказ. И зачастую у России бывает там и 50, и 80, и 100. Поэтому контекстная реклама не отнимает времени, она не требует больших вложений. Те же самые там 2000 рублей в каталог на контекстную рекламу с легкостью можно потратить, особенно опираясь на то, что эти 2000 ты получаешь со своего клиентского чата. А значит, из дома, из своего семейного бюджета ты ничего не вытаскиваешь. Все. Ты пришла в Фаберлик зарабатывать, и на Фаберлике же и зарабатываешь. Понимаете? Так что все это есть. Третьим шагом у нас в нашей системе роста это идет ручной рекрутинг. Вот тут начинается у нас самое всегда интересное. Под основанием не хочу, не буду, на пол упали, ножками задрыгали. Только не ручной, как черт отладно. Но опять-таки сейчас вернемся к тому, когда обсуждали те же самые автоворонки, что почему компания платит нам эти миллионы и миллионы рублей, когда бы она могла бы малюсенькую долю из этих миллионов тратить на обслуживание этих самых чат-ботов. Но почему-то она этого не делает, девочки. Почему? Включаем голову, анализируем, пожалуйста. Ручной рекрутинг это основной метод роста. Я очень рада, что сейчас, слава тебе, Господи, разделилась аудитория ведущих сетевиков. И такая большая, уже я бы сказала, часть из них стала, в кою-ту, в том числе и я вхожу, стала громко говорить о том, что можете называть меня дураками, от меня может отписаться часть аудитории, но я вам скажу, что ручной рекрутинг это единственный, самый работающий метод привлечения партнеров. Больше ничего. Понимаете? Поэтому, если вы когда говорите, что я рекрутировать не буду, я хочу автоворонку, я хочу чат-бот вот какой-нибудь запустить, ну, блин, хорошо плутайте, да, вот эти свои километры вокруг наматывайте, если силы останутся, потом все равно по прямой пойдете, как положено по системе, и придете к росту. Если нет, ну, значит, выдохлась, где-то там на болоте упала, умерла, все, нет у тебя больше, ты уже больше не развиваешься с сетевом, тебя засосало. Вот, поэтому ручной рекрутинг обязательно должен быть. Нет ручного, все, вы как этот, на костылях, короче, на одной ноге прыгаете, далеко не ускачете все равно. Поэтому ручной – это опыт, это партнеры, это ваш рост. Рекламой вы можете настраивать первую линию, можете из рекламы ветки ляпать, если хотите, только смысл в этих ветках какой, если вы потратили кучу денег на ветку, которая построена из рекламы, в этой ветке нет никаких партнеров, кто-то сверху сделал 50 баллов, весь ваш доход, который вы все это время отстраивали, у вас забрал. Смысл какой тогда был эти ветки строить из-за рекламных регистраций непонятно. Вот, если нет ручного рекрутинга, все это теряет смысл. Поэтому ручной обязательно должен присутствовать. Вот есть ручной, на ручной сверху ложится все остальное, да, и личный бренд, и все-все-все остальное, развитие и автоворонки. Я не говорю, что их не надо сделать. Хотите, делайте. Это вот то, о чем тоже говорили, это тренды, это мода. Следовать моде надо, да. Может быть, какое-то красивое бальное платье времен романовых много лучше тех каких-то вещей, в которых мы, в рваных джинс, в которых мы ходим сейчас. Но если я сейчас выйду в бальном платье, да, в каком-то там, или в каком-то там ручнике и все остальное, на меня посмотрят, скажут, что я какая-то не такая, белая ворона, и, короче, будут с ней смеяться. Ну, так же и сейчас. Есть мода вот на эти чат-боты, ну, сделайте вы себе, да, для того, чтобы показать, что вот и вы это умеете, у вас это есть, а значит, люди у вас могут зрение можно рассматривать. А ручной – это база. Если нет ручного, значит, вы не растете. Дальше, когда у вас настроен клиентский чат в работе, контекстная в первую линию запущена в работе, ручной есть, база рекрутинговая есть, вручной вы зашли, дальше вручную вы рекрутируете, рекрутируете только на бизнес. Вручной нет смысла идти рекрутировать на продукт. Но если только вы выпадаете из системы и не хотите запускать контекстную рекламу, не хотите запускать таргетированную рекламу, ну, окей, хозяин, байер, я заставить под пистолетом никого не могу, тогда, окей, вы идете, рекрутируете ручками на продукт, потому что вам нужны регистрации. На продукт легче получить регистрацию, чем на бизнес, поэтому вы рекрутируете на продукт, ну, потому что там не запускаете. Но если вы идете по системе, у вас и положена и запущена реклама на продукт, то таргет, не таргет, а смотрю на слово таргет я это говорю, таргет, то ручной рекрутинг на бизнес обязательно должен быть. Оттуда приходят партнеры. И вот эти партнеры у вас регистрируются где-то в первую линию, где-то веточки из них вы начинаете строить. И когда есть активный там уже человек, вы видите, включается, голова на месте, сознательная, ответственная, активно подходит к своему делу. Все, это ваш будущий партнер. Подхватываете к наставнику, вместе вдвоем пришли, постучали, спросите созвон, чтобы скоординировать ваши совместные действия. И тогда уже можно в эту ветку запускать таргет. Делите бюджет на двоих, может быть, с наставником на троих. Наставник же тоже не просто вас координирует, тоже заинтересован в вашем развитии и роста. Там этот наставник и вам регистрации тоже будет вливать, плюс таргет все вместе запускаете. Но с условием, что в эту ветку, которую вы запускаете в таргет, вы вливаете регистрации на бизнес. С ручного регистрации получаете, и в эту таргетированную ветку, где у вас реклама совместную ветку идет, вы туда включаете людей на бизнес. При другом раскладе эта ветка полностью теряет смысл. Вот это надо понимать. Если гоните таргет, и туда руками не регистрируются партнеров на бизнес, то, ну, короче, ерундой занимайтесь. Поэтому только так. И пятый шаг у нас последний в нашей системе роста – это ведение личного бренда. То есть у нас ведение личного бренда, цель какая? Привлечение партнеров. А теперь смотрите, у нас сейчас проходит марафон по ведению личного бренда. И момент какой? Очень важная тема. Она всем, для всех актуальна. Но вопрос в том, что личный бренд могут вести только люди, вот в нашем, да, в нашем случае рассматриваем, в нашу систему, вернее, только те люди, которые выполняют предыдущие четыре шага. Почему не у всех получается вести личный бренд? Почему не надо заставлять человека вести личный бренд на начальном этапе, когда он зарегистрировался? Да потому что ему показывать нечего. Но ты его хоть убей. Во-первых, он не понимает еще, где он. Он не понимает, что здесь вокруг вообще такое происходит. Он не видит перед собой примеров. То есть он видит каких-то людей. Они там что-то делают, что-то показывают. Это, это, рассказывают, то, рассказывают. Вот такой канал, вот такой канал. Там какой-то YouTube, какие-то темы. Для него это еще винегрет. Он не видит опорных точек. Нам всегда нужен какой-то ориентир. Как у нас в мире, да? Не помню, как эта штука называется. Как под этим куполом, да? Хранится образец одного грамма, к примеру, да? Или образец одного килограмма, от которого уже откладывается все. Где там есть какие-то эти атомные часы, которые правильно время отмеривают. То, что если нет единого образца главного, то все остальное будет уже расхождение, как испорченный телефон. Там на миллиметрик больше, тут на миллиграммик меньше, от этого еще меньше, от этого еще меньше. Вот в итоге мы уже получили не килограмм, а, к примеру, там 800 грамм. А все, как дураки, верят, что это килограмм. А если есть образец, то уже дальше идет копирование, идет, ну, подобие, да, верное направление. Вот так и здесь то же самое. Поэтому, когда человек приходит, он первые четыре шага выполнил, то есть он вошел в рекрутинг, он уже, у него появились партнеры, начинает их сопровождать, он уже понимает, что он делает, узнает эту базу, он разбирается в рекламе, он ведет клиентский чат. Все, у него, вот у него уже, как говорится, сфой оголажен, ростки уже посажены, дальше он их возделывает. И дальше он уже может рассказывать. Вот это дальше уже будет введение личного бренда. А если он только пришел, зарегистрировался, ну, заставлять его вести личный бренд, ну, это бесполезно. Только вымотаем человеку нервы. Он будет себе что-то пытаться выдавить, потратить на эту кучу времени, увидит, что у него ничего не получается, у него и не может ничего получить, что ему рассказать нечего, ему поделиться нечем, он не делает ничего, ну, как бы у него нету базы, которую он может протранслировать остальным. А он считает, что он дурак, он считает, что у него не получается, что он не умеха какой-то. Он расстраивается, все, и начинается слив. Поэтому оставьте людей в покое. У нас основная задача – это рекрутинг. Вот когда есть рекрутинг, в нашем случае рекрутинг – это клиентский, это ручной, это реклама. Вот когда вот эти три момента, основных, базовых, вот эти вот они устаканены, они есть, тогда у него уже появляется повод, про что рассказать. У него уже есть результаты, которые он может показать. У него уже есть опыт, который он может им поделиться с другими. И вот это и есть ведение личного бренда. По-другому нет. И вот отсюда идет привлечение партнеров. И вот личный бренд у нас YouTube. YouTube я вам очень советую. Но опять-таки это уже для тех, кто такой у нас, ну скажем так, это по слову подберу неправильно совсем, но прожженные, знаете, такие, которые вот они уже YouTube ведут. Ну транслируйте вы это, дублируйте на YouTube, ну тыкните вы кнопочку, пускай туда прогрузится. Ну мы же не знаем, что будет дальше. Видите, что происходит? Может быть, завтра YouTube у нас не станет. А может быть, Rootube разовьется в такую площадку, бац, а у вас уже там есть хороший наполненный канал. Поэтому не продублируйте вы, возьмите, ничего сложного в этом нет. То же самое, по сути, YouTube основной, в чем YouTube еще хорош, что он продвигает ваши видео. Вас там видят. На Rootube там, короче, мертвые. Там один просмотр, если будет, то хорошо. Но мы, опять-таки, как опытные сетевики своей позиции, я вам как наставник рекомендую, что мы не знаем, что будет дальше. Все очень динамично меняется. Может быть, завтра Rootube станет, ну, по крайней мере, в России основной площадкой. Мы не знаем. Но будет круто, если у вас уже будет там подготовленная база. А учитывая факт, что на это не так много времени уходит, чтобы продублировать туда видео, ну, лучше это сделайте. Второй момент – это Telegram. Telegram канал обязательно ввести. Ввести. А вот теперь жесткое слово, но иногда так лучше доходит. Запрещаю копировать. Никогда ни у кого с каналов не копируйте себе на канал. Ну, не унижайтесь, пожалуйста. Не позорьтесь, я вас просто очень умоляю. Включите голову, потратьте там 10-15 минут, сядьте, напишите свой пост. Ну, хотите, ну, возьмите вы идею у кого-то. Эту идею оформите по-своему и выложите. Ну, я вас просто очень заклинаю, прошу, никогда не копируйте ни у кого, никакие посты. Но это просто, во-первых, это преступно, грязно, пошло и очень некрасиво. Нельзя так делать. Дальше, а еще можно по шапке получить, особенно если вы тащите чей-то пост у другого человека, а потом этот Лидия к вам придет и скажет, эй, ну, провалитесь под землю просто от стыда. Не надо, девочки. Вот. И в ВКонтакте обязательно ведем свой личный бренд, в Инстаграм тоже ведем, в Одноклассниках как хотите. Меня на Одноклассников нервов не хватает, потому что я ужасно не люблю аудиторию, которая в ней сидит. Но как бы вести тоже вообще в принципе надо. Вот. Ну, так вот основные. Дальше уже по рекомендациям я вам очень рекомендую начинать вести еще плюсом личный бренд из-за ТикТока, потому что ТикТок реанимировали, реанимируют у нас в России. Очень крутая сеть. Безумно классная сеть для продвижения. И очень рекомендую тоже дублировать в Дзен. Ужасно тугая Дзен. Безумно тугой, так же, как и тугой Рутуб. Ну, прямо вот я не знаю, что они прямо издеваются как будто бы над нашим народом, потому что, блин, если вы уже сделали площадку, ну, дайте людям там продвигаться. Нет, я прям не знаю, что они хотят. Вот. Но там очень все сложно. Но опять-таки, пускай потихоньку наполняется эта сеть. Потихонечку наполняется, наполняется, где нет-нет, выстрелит. Не выстрелила в Телеграме, ну, Телеграм тоже такая сеть, но у нас в Телеграме в чем хорошо вести личный бред, канал свой, я имею в виду, потому что у нас здесь уже есть аудитория. И сейчас есть рекомендация каналов, да, если вы его ведете, да, то человек, например, подписывается на какой-то канал, а ему внизу выходит от самого Телеграм, рекомендация на похожие каналы. Он может к вам на канал перейти, вау, а там столько полезного, интересного. Ну, вот эти моменты сейчас мы не будем обсуждать, потому что у нас марафон идет по ведению личного бренда. Я так думаю, да, надеюсь, по крайней мере, что девочки будут про это рассказывать. Если нет, то мы потом это еще, я проведу эфир отдельный. Дальше у нас последний такой момент, да, последний, это построение. Построение, я тоже проведу для вас отдельный эфир по построению, потому что эта тема очень важная. Важна эта тема кому? Эта тема важна тем, кто рекрутеры, потому что если рекрутер, если ты рекрутер, ты приводишь новых людей, ты работаешь, а это называется, ты работаешь, вот тебе надо понимать, как из них строить. Опять-таки, не один раз я натыкалась, и очень печально мне так, и больно, что люди, к сожалению, большому пользуются, бывают недобросовестными и пользуются, я даже не скажу наивностью, глупостью, пользуются глупостью других людей. Вот. Наивностью и глупостью, вот так бы я даже сказала. Даже вот сейчас я сижу на канале одном из лидеров, тоже, кстати, Фаберлик, но не нашего проекта, там прям тема, целая агитация была развернута, значит, про построение, и скрины прилагаются. У меня тоже есть такие скрины, когда мне тоже такое писали, даже писали, что мне, хочу к вам в команду, девушка зарегистрирована, понятно, что никуда я ее не беру, но, значит, хочу к вам в команду, возьмите мне, пожалуйста, потому что я вот столько лет уже в сетевом, вот, ну, и когда дошло дело, а ты рекрутируешь, а что ты делаешь, какие-то результаты, да, какие-то результаты есть, но все выгоню в ветку. Я говорю, как ты, в ветку, да, дохода никакого нет, один процентный уровень, короче, ничего не получает. Я говорю, а почему ты ветку, да, рабство у тебя какое-то, ты где-то в тюрьме, у тебя конвоир сверху есть, надзорный какой-то орган, кто тебя может не разрешать? Тут все люди свободные, ты пришла, ты как считаешь нужным, так и делаешь, но чтобы делать, как считаешь нужным, надо понимать, что надо делать. Ну, там человек, видимо, не обучается, не выникает, ну, всякие такие нюансы, сами понимаете. Ну, и, короче, она мне говорит, что мне, в общем, директор говорит, что так нельзя делать. Я говорю, ну, как нельзя? Я говорю, ты почитала, где-то это написано, есть такое правило, что внизу человек не может строить себе ширину или не может строить себе вторую ветку, пока вышестоящий не откроет директорское звание. Вот так она сказала. Она говорит, нет, ну, я с ней разговаривала, она сказала, что так сетевом не делается, то очень некрасиво, что нельзя строить себе ширину и вторую ветку начитать, пока, в общем, твой наставник директора не откроет. Я говорю, что? Ну, вообще, даже вот такие казусы бывают разные. Ну, и, в общем, на канале вот этого лидера тоже шло это обсуждение, и она прямо так имбровировала и привлекала на него, что вот, а у меня я разрешаю, а вот у нас все можно, а я знаю, как строить команду так, чтобы был с него, с нее максимальный доход. В общем, я там секретный секрет знаю, там, приходи на консультацию, ну, какой секретный секрет тут может быть, если, в принципе, все на ладони. Поэтому, еще раз про построение. У нас клиентский чат, первый, да, пункт, это теплый круг. В теплом круге могут быть заинтересованные люди, как и на ведение, также они хотят зарабатывать таких же клиентских чатов, как и на бизнес, да, потому что прежде, чем зарегистрировать человека, мы ему рассказываем, какие у нас здесь есть возможности, а потом понимаем, куда его, этого человека, одевать, первую линию, ветку там, или еще куда-то, да. Поэтому, подстраиваем ширину. В первую линию мы строим своих потребителей. Нам не надо потребителей ветку засовывать. Мы их только в первую линию свою регистрируем. Это наш доход максимальный. Если, да, к нам приходит человек, который хочет строить бизнес, вот это у меня они, желтенькие звездочки, да, это партнеры, звездочки. Мы их в первую линию зарегистрировали, все, девочка включилась, работа, она начинает странички создавать, начинает рекрутировать. Все, тогда мы этого человека можем поддержать. Тогда мы под нее, второго человека на бизнес, да, пришло, к ней еще на бизнес, ну, окей, давай под тебя, под нее регистрируем на бизнес. Вот у нас веточка уже пошла. Ты, один партнер, под ним второй партнер, да, вот это вот здесь вот, второй партнер, вот сюда мы ее зарегистрировали. То есть ты, первый партнер, второй партнер. Дальше, например, еще там вы решаете запускать рекламу. Между этим партнером, между этим уже пошли таргетированные какие-то регистрации, там, сручного рекрутинга тоже на бизнес. Приглашайте, тоже веточку регистрируйте. Но опять-таки, если ты активно, если ты правильно идешь по системе, которую мы описали сейчас, разобрали, то у тебя будут регистрации на бизнес приходить все равно. И тебе не надо одну ветку растить. Ну, иначе ты как бы сама себя подрезаешь. Зачем? У тебя вот здесь растет у тебя, вот это вот все, у тебя растет ширина, которую ты получаешь максимальный доход, вокруг себя ее настраиваешь. Здесь, например, ты на бизнес рекрутируешься, раз, два, три маленькие веточки ты растишь. У тебя три человека в первой линии, к примеру, которые пришли на бизнес. Ну, их, например, там и 50 человек. Ну, вот трое из них, 47, они остаются потребителями, там, ну, первая линия. А трое из них подают признаки жизни, начинают развиваться. Дальше ты начинаешь под них уже вот регистрировать партнеров, дальше ветка идет. Но тогда, когда вот этот твой человек, твоя звездочка, когда она включается в работу, под спящих, под мертвых, не надо ничего регистрировать. Зачем? Ну, либо так, что человек начинает загорать, начинает что-то делать, под нее уже регистрация пошли, вы обговариваете, я вам даю доступ к таргетированной рекламе, вы обговариваете, все, оплачиваете до каждую неделю доступ, все, вы получаете, гонится у вас вот сюда, в эту ветку гонится регистрация по таргету, когда приходит рега с ручного на бизнес, ты распределяешь эти регистрации тоже вот в эти ветки, вот, девочка твоя тоже рекрутирует на бизнес, и тоже по такому же принципу строит свою команду. Допустим, вот эта девочка, да, вот эта, вот она звездочка, вот такая большая, она дальше точно так же по такому же принципу начинает, начинает вокруг себя отстраивать первую линию, где тут эти штучки у меня, начинает по такому же принципу, да, вот тут вокруг себя отстраивать вот эту первую линию из партнеров, вот у нее тут строится, строится вокруг нее первая линия, дальше там на ручном рекрутинге она подключается, точно так же начинает вот эти ветки строить, Все. И вот у нее также растет и первая линия, и там несколько партнеров в первой линии, они начинают растить тоже вместе с ней свои ветки. Она распределяет регистрации. Но это происходит только тогда, когда есть полноценный ручной, когда ведется личный бренд и есть заявки. Тогда ты получаешь такой поток людей, что ты можешь их распределять. То есть, если даже обычный новичок на лайтовом рекрутинге новичкового уровня ручном рекрутирует, он получает свои 10-15 регистраций в каталог только с ручного. Я не беру сейчас туда таргет и контекстную рекламу. С ручного только на бизнес приходит на лайте, на легком, на минимальном временном вложении. 10-15 человек. И ты тогда, вот у тебя есть три ветки. Вот ты их распределяешь 5 сюда, 5 сюда, 5 сюда. Вот у тебя потихонечку они отстраиваются. Девочка твоя так же делает. 5 сюда, 5 сюда, 5 сюда. Вот у тебя растет, растет, растет. Вот это будет правильное построение, где ты будешь получать хороший доход. Равномерно растут у тебя ветки. Хорошо растет ширина. Ты продвигаешься в базе вверх по процентному уровню. Так как процентный уровень твой считается вкупе вот этих всех настроенных, всей этой настроенной структуре, и ты можешь быть, например, на 15%. А веточки твои будут здесь 6%, здесь 6%, здесь 6%. А здесь у тебя первая линия, где ты все 15 забираешь. А с этих 6% ты будешь забирать все свои 9%. Вот он твой доход. А если ты вот это все убираешь, у тебя тупо растет одна совместная ветка, и больше ничего у тебя нету, то о каком доходе может идти речь? И кто тебя может заставить, чтобы ты строила только совместную ветку? Ну ты что, ты что, в тюрьме где-то? У тебя кто-то дуло пистолеты, тебе твоему виску приставил? Надо голову включать, и тогда таких вот глупостей просто происходить не может. Это все только от глупостей и от незнания. Ну а вот видите, как умелые лидеры этим начинают пользоваться, и где-то там вот на основе таких вот ляпов, казусов начинают продвигать какие-то свои услуги. Вот, поэтому, да, как у нас такой итог, под итог, итог всего нашего сегодняшнего эфира, да, люди, как у нас происходит, человек новичок, когда человек незрелый, новичок, он в какой позиции находится, да, что, ой, люди не регистрируются ко мне в команду, он обижается, люди не регистрируются ко мне в команду, потому что с этими людьми что-то не то. Они уже фаберлик, никто не хочет, уже всем этот фаберлик надоел. Они меня там, не знаю, там, не воспринимают все, они не хотят ко мне идти, они вообще на эту работу не соглашаются, они уже все в сетевом были вообще, с ними что-то не так. Так это люди не такие, они не хотят, они уже, инфаберлик надоел, все, это люди не такие, они не те. А лидер как действует, да, что если люди не регистрируются ко мне, значит, я делаю что-то не то. Я сейчас найду, в чем моя проблема, я поменяю свои действия и налажу свой рекрутинг, и налажу свой рост, потому что это я что-то не то делаю, я поменяю свои действия. А у тех, да, у которых незрелые, да, ну, либо глупенькие, это у них люди виноваты, да, плохому танцору пол скользкие и яйца мешают. Это вот про тех, что новички, да, а новичок, он опять-таки, он может быть и сто лет сидит в сетевом, но он все равно новичок, потому что он не обучался, не действовал, не строил, не работал с людьми, не рекрутировал никогда. Вот, вот это новички, у них всегда кто-то виноват, а у лидера он понимает, что это проблема во мне, я не дотягиваю, я не дорабатываю, я что-то не так делаю, значит, надо менять свои действия. Так, сейчас я возвращаюсь тогда в наш чат, вот, и давайте посмотрим, какие у нас есть вопросы. Где тут у нас? Остановить запись.